Микс Ньюс Доброе утро, продолжаем наш утренний эфир и сейчас вторник, время программы Добро пожаловаться, у нас в студии Сергей Сидорко Здравствуйте Доброе утро После некоторого перерыва мы возвращаемся к коммунальным темам и сегодня тоже будем может быть успеем даже две темы обсудить Одна тема волнует всех это собственно окончание отопительного сезона как все его ждут, начало так и все ждут также окончания ну и потепление разумеется, не просто окончание чтобы вам выключили батарею и тут же на улице холодно дома холодно, везде некомфортно ну и естественно облегчение от того, что счета немножко станут полегче ну и все это связано с какими-то конечно же и хозяйственными вопросами вот поэтому Сергей Сидорко, председатель правления консультационного центра собственников квартир сегодня в студии, ну и если успеем еще после отопительного сезона затронем еще мусорную реформу так называемый, тоже такой объемный вопрос касающийся тоже и всех собственников давайте начинать с отопительного сезона и если есть у вас какие-то вопросы по этим темам, пожалуйста звоните 672-12-939 и 672-13-939 ватсап у нас 2306191, туда можно удобно писать, задавать вопросы писать комментарии вот, ни в чем себе не отказывайте ну и что, как у нас заканчивается отопительный сезон и когда, первый вопрос я думаю, что по погоде он скорее всего закончится где-то в самом начале мая по уму или в апреле, на сегодня я ехал на работу снег, за городом по крайней мере снежок ну, обещали синоптики недаром хлеб едят ну, основное, на что я хочу обратить внимание если вы загляните на сайт Рига Силтумс то, что Рига Силтумс анонсировал, что возможно с 1 апреля повышение стоимости тепловой энергии с 44 до 50 евро ну, в грубых цифрах это Рига Силтумс но он уже относится не ко всем, да? как мы поняли Рига Силтумс сервис нет, Рига Силтумс это исходное тепло то есть исходное тепло то есть тепловая энергия планируется, что тариф будет повышен порядка на 10-15 процентов обещали с 1 апреля по всей видимости, что-то у них не получается с регулятором но я думаю, что это уже такая вещь которая решена будет и я подчеркиваю это меняется тариф не цена, а тариф потому что у нас цена на тепловую энергию она складывается из стоимости газа и плюс тариф еще сам и поэтому в данном случае речь идет именно о повышении тарифа то есть не газовая компонента она сама собой если она будет повышаться то она будет повышаться то есть мы постепенно начинаем возвращаться к достаточно высокой стоимости тепловой энергии если мы предыдущие два года прожили в относительно комфортных условиях 40-44 евро за 1 мегаватт без ПВН то сейчас это может вырасти 50 и более евро за мегаватт в связи с этим я хотел бы призвать всех собственников квартиры особенно тех, у которых были проблемы по прошлому году и серьезные проблемы и с подключением и с качеством отопления очень внимательно отнестись к тем рекомендациям и к тем заключениям, которые им по всей видимости, я надеюсь, обслуживающие организации выдали и силтам сервис, который обслуживает и другие управляющие, и другие организации потому что лето это будет таким, скажем летний сезон, он будет таким рубежом в течение которого вы можете, во-первых привести в порядок саму систему отопления с тем, чтобы запуститься без проблем чтобы все то, что всплыло в прошлом году можно было бы в этом году уже починить не просто на живую нитку, а достаточно надежно и второе, все-таки попытаться совместными усилиями отладить систему отопления так, чтобы она поддавалась хорошо регулированию и можно было бы сократить нерациональное потребление тепла это такие два момента, на которые хотелось бы обратить внимание в связи с окончанием отопительного сезона без продуманного плана действия системы отопления опять может повториться все то же самое и я хочу подчеркнуть, что в большинстве случаев это не зависит от обслуживающей организации это зависит от общего состояния дома и в известной мере от того безразличия безразличного отношения собственников квартир к состоянию собственного дома я понимаю, что это вопросы достаточно профессиональные но тем не менее прислуживаться к профессионалам и пытаться что-то понять, наверное, надо как у вас прошел отопительный сезон вы можете нам позвонить 672-12-939-672-13-939 или написать 230-6191 у вас вопросы есть пожалуйста, задавайте их есть у нас звонок а, нет уже а, есть пожалуйста, здравствуйте слушаем вас доброе утро да, доброе утро, пожалуйста Александр да замечательный сезон прошел грустно холодно дорого мы долгое время пытались найти решение и одно из решений от канадных путинцев поставить газовый котел всего это как от 19 серии последний этаж газовый котел индивидуальный у себя? да спасилом ли это сейчас или нет на момент есть примеры друзья, знакомые кто все-таки поставил газовые котлы в спейках там было ключевое последний этаж ну вот устало себя чувствовать под опытным кроликом когда тебе выкручивают руки экспериментируют а с вами задача только одна платить, молчать, терпить надоело да, спасибо большое вот прокомментируйте пожалуйста ну здесь нужно считаться с двумя вещами когда если вы хотите вообще отключиться от отопления то есть несколько моментов которые нужно учитывать момент номер один это конечно согласование с газовой службой со службой пожарной безопасности да это обязательно этот проект должен быть и не знаю есть ограничения по порциям я знаю что есть районы виги где запрещено устанавливать автономное отопление почему? ну с точки зрения экологии допустим исторический центр еще есть радиус где такое согласование очень сложно пройти потому что это все-таки серьезный проект который проходит и согласование в упомянутых в многих инстанциях и это должно быть согласовано с собственниками квартир дома то есть это еще должно быть согласие собственника квартир дома и одобрение булвалды так что там все это достаточно непросто с чем еще нужно считаться с тем что несмотря на то что вы поставите у себя автономное отопление если вы получите соответствующее согласование вам наверняка придется переделывать внутреннюю разводку это тоже достаточно затратная вещь такая и плюс к этому вам придется платить за отопление общих помещений и общие теплопотери в доме за это тоже придется платить дополнительно к тому что вы будете использовать котел это если вас интересует вопрос оплаты вот именно этой дополнительной составляющей загляните в 524 правила кабинета министров там требуется в таких случаях чтобы собственник предоставил заключение энергоспециалиста или энергоаудитора от той доли теплопотерь которая приходится на данную квартиру потому что через вашу квартиру будут проходить все равно стояки общего пользования будут проходить трубопроводы общего пользования горячей воды которые будут оставлять известную долю тепла плюс к этому в вашем доме есть помещения таких лестничная клетка и возможно еще какие-то колясочные которые отапливаются за счет общей тепловой энергии и это тоже надо будет в этом вам участвовать что я скажу вот проблема сама по себе понятна и я бы все-таки сказал что уровень капиталов вложений который вы планируете он намного больше удельные вот эти вложения в одну квартиру они намного больше чем если бы вы всем домом приняли решение приведение системы отопления в порядок в доме то есть я вот сейчас посмотрю мы недавно закончили процесс модернизации системы отопления в квартирах когда как того сейчас современные условия требуют меняли радиаторы единая система подключения единый расчет мощности и оснащение радиаторов приборами регулирования и подачи и учета тепла но затраты на квартиру примерно 600-700 евро примерно если все с нуля отдела то это 600-700 евро ну почти и в этом случае каждая квартира получает по своему выбору необходимое ей количество тепла и платит за свое потребление то есть здесь мы достигаем технически гораздо более дешевыми средствами того же самого эффекта но для этого нужно коллективное усилие всего дома в остальном мне трудно прокомментировать все дальше зависит от самого человека потому что все-таки это деньги и значительные и это может кардинально не решить всех ваших проблем потому что холод в вашем доме может в вашей квартире быть не от недостатков системы отопления а может быть от других недостаточной теплоизоляции и так далее там масса всяких вещей которые могут влиять на ваш комфорт да пожалуйста если есть у вас вопросы задавайте их по телефону 672-12-939 и 672-13-939 мы говорим об отопительном сезоне он потихонечку заканчивается как он у вас проходил мы помним открытие этого отопительного сезона которое для многих стало головной болью и проблемами возмущением там целые группы создавались в фейсбуке вот люди пытались там как-то ну вроде как постепенно все наладилось во всяком случае вот сейчас или там еще так как в разгаре зимы скажем я уже не слышал каких-то особых жалоб массовых во всяком случае на то что были проблемы если были звоните нам пожалуйста рассказывайте 2306191 это ватсап номер и все-таки я бы еще раз просто призвал всех собственников в квартире подумать о том что ваша система отопления на сегодняшний день в том виде в любом доме практически она не соответствует современным требованиям и она не выполнена в том согласованном порядке в котором необходимо и над этим надо очень серьезно задуматься потому что для меня тоже стало удивлением я по кооперативу начал отслеживать цену и как-то очень удивительно что цена потихонечку за отопление ползет где-то к евро за квадратные метры в месяц это достаточно такой нехороший симптом это нехороший симптом потому что по всей видимости все-таки мы стали потреблять немножко позволяем себе потреблять тепла немножко побольше и все это ведет к удорожанию для сравнения в домах где прошла реновация где скажем есть система регулирования и учета индивидуального тепла в этих домах мы имеем среднюю стоимость отопления 50 и ниже центов в месяц от 40 от 35 до 50 центов в месяц в зависимости от этажности здания и исполнения так что все-таки сэкономить на этом можно это долговременная экономия и в принципе прежде чем вообще я бы сказал так прежде чем начинать думать об альтернативных источниках тепловой энергии таких как индивидуальная котельная это не совсем альтернатива на других источниках энергии индивидуальная котельная или там еще какие-то варианты необходимо привести в порядок все тепловое хозяйство зданий и само здание нужно привести в порядок только тогда потому что сегодня получается так если здание не в порядке система отопления не в порядке мы пытаемся поставить на нее какой-то другой источник энергии который должен уже исходно обладать значительно большей мощностью чем это необходимо и мы наворачиваем только расходы не решая основной проблемы ну да получается так что все равно будем так или иначе обогревать улицу грубо говоря если не утеплен дом не реновировано то есть здесь нужно начинать именно с этого нужно в первую очередь и я еще раз подчеркну это дешевле чем искать индивидуальное решение вообще индивидуальное решение в многоквартирном доме обычно кончается тем что это дороже получается кратенько о топительном сезоне если есть еще вопросы созрели пожалуйста задавайте пишите звоните 672-12-939 672-13-939 потому что мы обсуждали сейчас отопительный сезон его окончание интересно как у вас прошел этот отопительный сезон и планируем сейчас еще поговорить немножко о мусорной реформе которая тут тоже зреет в Риге пожалуйста слушаем вас алло да здравствуйте на болтком вы попали пожалуйста ой извините извините да пожалуйста ну вот значит переключаемся на мусорную реформу и чем это может заинтересовать наших слушателей чем важно я думаю что все в городе Риге заметили такую вещь что вот перед новым годом было объявлено о том что повышается налог на утилизацию отходов природные ресурсы и соответственно произошло небольшое ну относительно большое но порядка 3-4 евро на кубический метр вывозимого мусора подорожание цены но допустим в моем кооперативе случилось так что когда мы получили счет понимая что будет увеличена именно эта компонента связанная с налогом мы получили счет на 75% больше чем предыдущий естественно это вызвало вопрос и тут выясняется так что сейчас на самом деле идет тенденция такая что куб вывозимого мусора приравнивается к пустому контейнеру то есть подошла к машине к контейнеру пустой он или полный абсолютно не важно считается что куб мусора утилизированы но уже по умолчанию да ну пустой он редко наверное бывает все таки скорее наоборот вы знаете вот здесь на меня начинается самое интересное на Гетлине сдается мусор в тоннах в тоннах в тоннах как связать тонну мусора с кубом в контейнере ну как связать а я не знаю зачем вы задаете риторические вопросы я задаю вопрос такой понимаете если вообще-то говоря сохранность нашей природы и охрана природы зависит от тонн производимого мусора то сдавать его в кубах не зная и у удельного веса как-то ну нелогично на мой взгляд ну давайте представим одну вещь я сейчас фантастикой займусь подошел человек он долго пользовался пластиковыми бутылками он не хочет сортировать мусор он накидал полный контейнер пустых пластиковых бутылок не сминая их ничего он в зал набросал да простой вариант легенькие они да платишь 16 евро за этот контейнер подъезжает мусорная машина в нем ну сложилось так что половина контейнера с мусором 16 евро за кубовый контейнер и пошло-поехало поэтому начинается вопрос такой что здесь на самом деле совершенно непонятно какая связь между тонной и кубом ну когда мне сказали что вот у меня было под оговором оговорено о том что все-таки куб он имеет некую неполность то есть он неплотный поэтому мы допустим один куб пустого контейнера приравнивали к 0,6 кубам по полному то есть если подъезжают машины то считается что ну выбирается 0,6 куба из нее за счет неплотности мусора теперь они меняют договоры говорят ну что вот вот пустой контейнер все вот мы подъехали в зале за это ты должен заплатить 16 евро но я задаю вопрос значит пустой пустой я говорю ну а почему не с горкой ну почему ну воздушная горка уже может быть над ним ну вот тут начинается значит у меня я к чему этот разговор затеял во первых веское повышение стоимости обработки мусора это одно второе я тогда уже просто начал смотреть по литературе ну известно что мусор весит определенную вещь сейчас прочитал что вроде бы Юрмала готовится вообще принимать мусор по весу и там есть тоже не без греха там тоже свои вопросы есть но тем не менее я считаю это более справедливо потому что все-таки хотелось бы понять за что платится как вот как образуется этот куб в среднем этот куб вообще-то если почитать покопаться по интернету он весит где-то порядка 80-100 килограммов обработка тонны мусора на Гетлине стоит 70 евро за одну тонну вместе с ПВН здесь у тебя берут уже на сегодняшний день как минимум 160 евро за тонны то есть уже сортировка переработка захоронения и утилизация мусора стоит столько же сколько его собрать и что меня еще очень сильно насторожило меня насторожило то что на сайте Гетлине есть такое сообщение что в конце этого года заканчивается публично частное партнерство между Гетлине и некой мусоро обслуживающей компанией которая выиграет насколько я понимаю на всю ригу должна остаться в результате одна компания одна? да а как конкуренция на это посмотрит? я не знаю я не знаю Две компании, каждая из которых объединила по два предприятия, которые занимаются на сегодняшний день на рынке обслуживания мусора. То есть, в принципе, совершенно четко прослеживается, что в мое обижение могут столкнуться к концу года с тем, что рынок обслуживания мусора будет монополизирован. И есть все предпосылки, есть все разговоры о том, что цена, сегодняшняя цена сбора мусора, она абсолютно неадекватная, она должна повыситься как минимум почти вдвое. То есть, у меня семья из трех человек, я могу сказать так, на сегодняшний день мы платим за обработку мусора где-то порядка 10-11 евро с нашей квартиры. В месяц? В месяц, да. Ну и следует ожидать, что если все это неадекватно, значит 20. То есть, поскольку я живу в миноверном доме, то это сравнивало, сопоставимо со средней стоимостью отопления. То есть, мусор будет стоить так же, как отопление, если все это подтверждается. А вот подтверждение этому я так обнаруживаю, потому что когда против, ну с достаточно, на мой взгляд, грубыми нарушениями договора и существующих обязательств по договору, компания начала резко в одностороннем порядке менять условия, я попытался найти другое. Ну, как минимум в лиге четыре компании, которые предлагают услуги. И столкнулся с тем, что никто не заинтересован. То есть, по всей видимости, уже среди профессионалов достаточно четко сформировалось мнение о том, что будет совершенно четко поделен рынок. Цена будет устанавливаться в результате вот этого конкурса. И в итоге, после этого, все попадут в один и тот же капкан. То есть, альтернативы не будет, конкуренции не будет. По условиям того конкурса, ну, по крайней мере, то, что я успел прочитать, там к этой компании, которая будет обслуживать, выдвигаются очень большие условия по техническому оснащению парка и так далее, то есть, автомобильную. То есть, это все будет вести к очень большому удорожанию. И вот здесь у меня возникает вопрос, а почему об этом так вот наши городские власти тихонько молчат? Этот вопрос всплывал лет восемь назад, но тогда как-то он тихо заглох, и сейчас он опять, я вижу так, что эта реформа может привести к значительным денежным вливаниям со стороны населения. И этот вопрос очень хотелось бы, чтобы, может быть, где-то прозвучало более подробно. То есть, информация о том, а какая цель ставится, потому что сейчас все это ведется. Да, я понимаю, что будет красивее, глубже и качественнее, но насколько это будет по карману, в общем-то говоря, вся эта реформа. Еще один момент, который здесь хотелось бы затронуть на сегодняшний день, не секрет, то что ты свой мусорник защитить не можешь. То есть, есть определенная логистика, как движутся люди там на работу или с работы, и я совершенно четко знаю, что я вынужден ставить дополнительные контейнеры у своих домов, потому что жители пятиэтажек, которые живут за моими домами, идут на транспорт с утра мимо моих домов, а у них контейнеры за домом. И очень многим... Им неудобно просто. Да, они привыкли не зайти за дом и потом пойти на работу, а они привыкли идти и бросать или под двери мусоропровода нашего дома, или в контейнер, который поставили. И в данном случае ты, во-первых, не можешь прогнозировать количество мусора, которое у тебя собирается, потому что дом, он живет своей жизнью, а когда вот внешний фактор. Второе, тут же та же самая проблема с... Вот нас всех сейчас очень активно призывают, давайте делить мусор, потому что сортировать мусор, все прекрасно. Но не секрет, что там вот у меня уже несколько домов отказались от сортировки мусора по одной простой причине. Ставятся контейнеры, люди идут тщательно сортируют мусор, подъезжает мимо проезжающая машина, открывается дверь, выходит элегантный господин или госпожа, и в любой ближайший контейнер, в том числе и для сортированного мусора, швыряют свои пакетики и гордо уезжают дальше. Как только приезжает компания забирать мусор, если у тебя в контейнере обнаруживается посторонний, не картон, допустим, а бытовой, все. Не забирают? Нет, забирают, но это... Либо предлагают самому перебрать, либо это уже принимается по цене. Если сейчас, допустим, картоновые и пластмассовые контейнеры должны, по идее, вывозиться бесплатно, как сортированный мусор, потому что он уходит сразу на переработку, то в этом случае, если там находятся какие-то внешние компоненты, значит, какая-то примесь, значит, все, за вывоз этого контейнера ты должен платить. Да, у нас люди, конечно, не думают об этом совсем. Я думаю, что на самом деле все эти попытки словесно убедить на сегодняшний день сортировать мусор, это тоже достаточно тяжелая штука. Пожалуйста, здравствуйте, слушаем вас. Доброе утро. У меня два вопроса. Во-первых, в желтый контейнер я могу кидать не только картон, а бумагу, потому что у меня многое прошло. И второй вопрос. Я видела сама и не один раз. Желтый и зеленый контейнеры, это бумага и бутылки, кидают в одну машину. Это правильно или нет? Спасибо. Спасибо большое. Первый вопрос. Я думаю, что, наверное, картонная бумага, это целлюлоза, идет на переработку, так что я думаю, там можно. Я вам советую заглянуть на сайт любого обслуживающего, ну, тут Клинейр или любой другой компании, которая занимается обработкой мусора, они там четко пишут, что такое бытовой мусор, что такое сортированный мусор и так далее. Я думаю, там надо посмотреть. Второй вопрос. Да, вы правильно подметили. На самом деле, с одной стороны, идет пропаганда того, чтобы вы сортировали, но часто бывает и так, чтобы обычно... Во-первых, машина обычная, это еще не факт, что она собирает все, но если она собирает одновременно и бытовое, и это, то, конечно, это очень так странно выглядит. На самом деле, должна ходить такая же мусорособирающая машина, но она должна собирать только вот отдельные виды мусора. А вместе там пластмассу с картоном, ну, не знаю, в чем высокий смысл смешивать. Поэтому здесь вопрос такой, я думаю, что на самом деле... На самом деле? На самом деле, чтобы сортировать мусор, нужно предпринимать другие усилия совершенно. Да, пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Я хочу сказать, что я хочу вас беспокоить. У нас в Майоре обслуживает ТОНР, и я никогда не видел, что они смешивали мусор в один контейнер, в определенные дни вывозят в цикло. Специально, просто определенный день, обычно суббота. Определенный день зеленые эти контейнеры. А вот у нас уже давно по весу. У нас вот частные дома, все-все контейнеры берутся по весу. Уже нет никаких других вариантов. Но в Рике будет другая проблема. Там в общий контейнер, пусть кидят кирпичи строительные иногда. И это будет еще ужасно, потому что вес будет очень тяжелый. Спасибо. Спасибо. Да, ну вот интересный опыт, кстати говоря, Юрмилу будет очень интересен. Я говорил о том, что там запущен пилот-пилот первый в Латвии. Кстати, в Риге он в свое время тоже запускался, только, по-моему, эти весовые устройства, их сняли с контейнера. Дело в том, что на контейнере должен стоять в этом случае чип, и машина должна быть оборудована взвешивающим устройством. Но, по крайней мере, как бы это сурово не было по оплате, но, по крайней мере, это объективно, это какой-то объективный показатель. Это не мифические кубы, и это не что-то другое. Насчет строителей есть такой фактор, но, как правило, это все больше редкость. Потому что, на самом деле, сейчас достаточно легко отследить производство строительных работ, и мы следим за этим. Дворники предупреждены, они жестко отслеживают, и мы стараемся не допускать, чтобы в бытовой мусор попадал строительный. Это достаточно строго наказывается. Да, я заглянула как раз на сайт Клинер, чтобы подсказать. Может быть, вот Лариса звонила по поводу того, можно ли бумагу и картон. Вот желтый контейнер здесь написано так. Значит, если это пластмасса написана, то там имеется в виду PET-бутылки, банки, пакеты, упаковка. Если это бумага, то макулатура, бумага для письма и упаковка, опять же, ну, видимо, картон имеется в виду, да? И металл, консервные банки для напитков банки, металлические предметы домашнего обихода. А если грязная бумага, мокрая и картон, тогда это бытовые отходы. Это зеленый контейнер, туда продукты питания, упаковки, тетрапак, витое стекло и мокрая, грязная бумага и картон. Ну, мокрая, грязная бумага и картон – это то, что на самом деле лежит на улице, то есть это с улицы подобранная. То есть это не из дома, скорее всего. А насчет… Не, ну, если потопа дома не было там, конечно. Ну, тоже может быть. Но вот если мы говорим о сортировке, то, скорее всего, вся сортировка заключается в том, что вряд ли у нас есть возможность сортировать в квартире. Да, пожалуйста, здравствуйте. Слушаем вас. Слушаем? Да, вот пропал звонок. Звоните, еще есть несколько минут у нас. Почему в квартире нельзя сортировать? Ну, я, когда заходишь на 5-6-метровую кухню, то, что массовая кухня у нас, ну, допустим, в основном в жилом фонде – это пятиэтажки, и там кухня 5-6 метров. Там, ну, в общем-то, поставить 2-3 ведра или 3-4 пакета не очень представляется возможным. Хотя я слышал так, что сейчас появляются какие-то современные мусорные ведра с отделениями и так далее. То есть, чтобы начать сортировать все ее с мусором, нужно сортировать его с квартирой. И для этого нужно не только сознание, но и нужно какие-то, наверное, ну, я не знаю, какие мероприятия, но какие-то мероприятия, в том числе и такие условно-технические, типа специальные ведра, где можно раскладывать мусор и так далее. Потому что, на самом деле, сегодня, ну, это внедрить в массовое сознание – этот процесс будет очень сложным. Его нужно, но его очень сложно внедрить. Ну, я вот недавно была на Мальте, и как раз там вот сортируют мусор на уровне квартиры сначала. Потому что, если ты вынесешь свой пакетик, и там у тебя будет намешано всего чего-то, ты попадешь на очень крупный штраф. Ну, там есть место общества. То есть, там в один день вывозится, там, допустим, пластик, в другой день, там, не знаю, еще что-то, ну, вот так. Ну, там есть место. Там обычно на западе ты приходишь, где-то есть какие-то места, где стоят или внутри дома общие контейнеры. Нету там ничего к порогу, к подъезду. Улицы узенькие, вот такие, все завалено этими мешками, тротуар. Подъезжает машина, вообще не понимаю, как они там помещаются, если честно. Ну. Такая просто, ну, у них вот так, но очень строго. То есть, во вторник ты выбрасываешь пластмассу, в среду стекло, ну, вот так, понимаете. И штраф, да. Если что. Все почему-то все видят еще к тому же. Здравствуйте, пожалуйста. Добрый день. Добрый день, да. Вопросы, если можно. Постараюсь покороче. Первый вопрос, по какому принципу рассчитывается стоимость мусора поквартирно? Вот получая счета, она постоянно прыгает в ту или в другую сторону. При одних и тех же зарегистрированных жителях. Второй вопрос. Как бороться с так называемыми нелегальными сбрасывателями мусора по ночам? Потому что вот около нашей, ну, помойки, назовем ее так, за ночь скапливается большое количество мусора. Мебели, строительного мусора. И, в принципе, невозможно никого взять за руку. Я один раз попытался, получил повезьянование из-за этого. И третье, призывы к сортировке мусора. Как вот те, кто к этому призывает, представляют себе это вот в условиях многоквартирного дома, вот в квартире. То есть надо или иметь на кухне четыре мусорных ведра, или выносить на улицу к месту сбора мусора, высыпать все на землю и потом уже сортировать бумагу, стекло, там что-то. Да, спасибо. Ну, вот как раз мы об этом и говорим сейчас. По принципу распределения счета за тепло, мне не очень понятно, почему он у вас скачет. Есть правило 524 кабинета министров, которые назначают, что по выбору собственников квартир дома, может быть, мусор, вывоз мусора должен, сможет распределяться счет пропорционально площади квартиры, пропорционально количеству квартир, пропорционально количеству задекларированных и пропорционально количеству фактически живущих. То есть загляните сначала в договор, посмотрите, как у вас записано. Да, посмотрите, по какому принципу, и сейчас немножко другое. Сейчас мусорообслуживающие компании, они начали делать так. До этого вывоз крупногабаритного мусора по умолчанию входил в стоимость основной услуги. А сейчас они тоже после Нового года, большинство компаний заявило, что они крупногабарит будут вывозить за отдельную плату. В связи с этим появляется еще одна дополнительная компонента. Это первое. Второе. Остальные вопросы, колебания, тогда нужно обращаться в конкретную компанию. Значит, второй вопрос... Как бороться с нелегалами? Ну, это то, что мы говорили. Ну, бороться с нелегалами так. Во-первых, если я иду по улице и несу у себя в руках пакетик бытового мусора и выкинул его в любой контейнер для бытового мусора, то это не является правонарушением. То есть в этом плане здесь вы ничего сделать не можете. Вы можете стоять и просто призвать к совести и так далее. Либо ставить какие-то контейнеры с какими-то замковыми устройствами, там, я не знаю, с чипами, с электроникой, с охранной системой, если такое существует в природе. Но второе, это... Так что все, кто подвозит вам нелегально, я не знаю. Ну, а вот это вот то, что слушатель сказал, там ночью мебель сгружают. Если это площадка, на которой собирается крупногабаритный мусор, есть такие площадки, обычно, как правило, рядом с контейнером разрешено складировать крупногабаритный бытовой мусор, который тоже должен вывозиться. Значит, опять-таки, здесь вы ничего особенно сильно не добьетесь. А вот если это строительный мусор, я не советую в этом случае вступать в какой-то конфликт. Сейчас все оснащены мобильными телефонами. Сейчас, если подъезжает машина, и вы видите, что вы подъезжаете машина, и с нее начинают выкидывать строительный мусор, просто зафиксируйте этот факт и сообщите в муниципальную полицию. Как правило, этих людей находят и штрафуют, и штрафы там очень серьезные. И третий был. Ну, то, что мы как раз обсуждали, когда слушатель позвонил. Очень сложно. Мне очень сложно при нашем общем раздолбайстве, как мы можем себя приучить. Нет, ну, слушатель имел в виду, что вот на уровне квартиры, да, то есть как раз то, что мы обсуждали, видимо, он выключил звук и просто дозвонился, пока мы это обсуждали как раз. Ну, вопрос заключается в том, что мне очень сложно представить, как. Конечно, должны быть какие-то, я там, не знаю, где-то по телевидению недавно видел, что есть дизайнерские находки. То есть в объеме одного ведра, одного мусорного ведра с тремя-четырьмя отделениями уже для сортировки, чтобы просто поставить и уже в пределах одного ведра уже можно было сортировать, потому что это первое. Второе, конечно, это воспитание. Третье, это самим нужно собраться и каким-то образом делать. И четвертое, я бы, наверное, в очень сильной степени запретил бы применять репрессивные меры, когда смешанный мусор. Все-таки, когда люди пытаются сортировать, нельзя их наказывать за то, что кто-то что-то нарушил. Потому что здесь нужно, наоборот, стимулировать людей. И в конце концов, если пару-тройку пакетов не того мусора попадет в целый контейнер с бумагой, ну, наверное, это не такая большая проблема, нежели, чтобы сразу людей, тех, которые пытаются сортировать, наказывать. Я бы так пошел. Еще звонок, пожалуйста, здравствуйте. Слушаем. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Скажите, такой вопрос. Единственное, я жил в Оландской области, лично видел. У нас тоже, значит, зеленый для... Ну, в общем, три контейнера. Зеленый, желтый, синий. Приезжает мусоровоз и все в одну кучу выкидывает. И вот вопрос, в мусоровозе что, как-то разделяется тоже это все дело, или все-таки это как-то все неправильно сделано было? Все, такой вопрос. Спасибо. Ну, мне трудно ответить за логистику, понимаете. По идее, с одной стороны, ну, нельзя это все смешивать, потому что, на самом деле, идея-то в чем? В том, что берется бумага, картонные, скажем, цивилозные отходы, они везутся сразу же в определенное место, где они обрабатываются. Обрабатываются. Смысл брать, допустим, из трех контейнеров в один мусоровоз, привозить потом, что высыпать на контейнеры, а опять разделять? Ну, трудно здесь объяснить логику. Может быть, просто-напросто там объемы вашего самоуправления на сегодняшний день не позволяют организовывать эффективно отдельный вывоз, но вас приучают сортировать. А сами сортировать не приучают. Ну, или потом это будет использоваться. Ну, трудно здесь. Да, но это уже не первый такой звонок в рамках других программ, тоже вот звонили слушатели и тоже жаловались, что они сортируют, а потом приезжают машины и все грузят в одну. Пожалуйста, здравствуйте. Слушаем вас. Добрый день. Добрый день. У меня такой вопрос хотел узнать. У нас раньше взяла сплата за человека в квартире вывоз мусора, теперь берется за квадратный метр. Как это обосновано вообще? И как рассчитывается сейчас вывоз мусора? Да, спасибо. Ну, я как рассчитывается, я сказал, это определяется 524-ми правилами Кабинета министров. Которые определяют, как основные услуги распределяются. И в том числе можно и так, и так считать. Это компетенция собрания собственников квартир дома. На самом деле, если мы ни одного справедливого способа расчета нет, если мы берем количество задекларированных, то вы прекрасно все знаете, что количество фактически живущих и количество задекларированных, это две разные вещи могут быть. И очень разные. Это первое. Во-вторых, если по количеству задекларированных, что делать, если в квартире ноль задекларированных? Там живет семья, допустим, какая-то, а задекларированных ноль. С них не брать. Поэтому способ в одном случае справедлив, в другом нет. Если мы берем яща, я придерживаюсь того, что самая, наверное, оптимальная методика, это в зависимости от объема вашего имущества. Ну, потому что если вы живете в трехкомнатной квартире, то маловероятно, что вы живете в одиночку. А если вы живете один, то, наверное, вы себе можете это позволить. Потому что там затраты на тепло и все остальное несопоставимы с мусором. У нас в кооперативе принято, и делим мы на площадь. Как формируется счет компании по обработке мусора, он делится на площадь домов, которые прикреплены к данной контейнерной площадке. Ну, и отсюда за каждый квадратный метр выставляется. Ну что, на этом мы заканчиваем на сегодня. В следующий вторник встречаемся. Добро пожаловаться через неделю. Сегодня в студии работали председатель правления консультационного центра собственников квартир Сергей Сидорко и я, Наталья Михайлова. С нами был также звукорежиссер Евгений Копеин. Спасибо всем за звонки, за вопросы. И не забудьте, не уходите далеко. У нас впереди 12-15 разворот. Там речь пойдет о азартных играх и о намерении Рижской думы закрыть все игровые залы на территории самоуправления, кроме 4-5-звездочных гостиниц. Как это может обернуться? Поговорим с двумя гостями. Один будет из Рижской думы, Дайни Сторлайс, а второй – руководитель инспекции по надзору с золотыми ремиазартными играми, Сигна Бирна. Но еще впереди футбольный клуб. Спасибо, до свидания. Всего доброго.